Друзья, всем привет! С вами Андрей Ильенко и это 29 выпуск новостей из Китая. Поехали! Первая новость. Китай закрыл три города в северной провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19. Города Синтан, Ланфан и Шидзячжуан, административный центр провинции Хэбэй, закрыли на карантин из-за недавней вспышки коронавируса. Дороги в города перекрыты, жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, проводится массовое тестирование. В этих трех городах проживают в общей сложности 22 миллиона человек. Большинство случаев заболевания выявлено среди пожилого населения в сельской местности. Кстати, город Ланфан находится всего получасе езды от Пекина, то есть это все достаточно близко к столице. Жители также и других городов провинции Хэбэй призывают не посещать столицу. Следующая новость. В Китае от COVID-19 впервые за 8 месяцев умер пациент. Это, друзья, чтобы вы понимали вообще, какая ситуация на самом деле с COVID-19 в Китае. То есть за 8 месяцев, за 8 месяцев скончался всего один человек. От болезни скончался пациент из провинции Хэбэй, где недавно зафиксировали вспышку коронавируса. Подробности о нем не раскрываются, однако известно, что большинство заболевших это достаточно пожилые граждане Китая. Последний раз до этого смерть в Китае от COVID-19 была зафиксирована 17 мая. Это просто ремарочка для тех, кто спрашивает, как там в Китае. В Китае уже 8 месяцев как все хорошо и никто не болеет. Следующая новость касаемая коронавируса в Китае. Китай попросил работников-мигрантов не уезжать домой на новогодние каникулы. На фоне вспышек COVID в северной части страны некоторые города предлагают денежные вознаграждения тем, кто не уедет домой на новогодние праздники. Вы знаете, что скоро ожидается китайский Новый год. Уже 12 февраля он начнется, а за пару недель до этого все работники начнут разъезжаться по домам. И соответственно ожидается обострение ситуации с ковидом. Так вот, например, строителям, которые проведут праздники за работой, единовременно выплатят 1000 юаней. Для этого в бюджете выделили 20 миллионов юаней. Также ваучеры на 100 тысяч юаней получат компании, если не закроются на праздники. Такая программа начала действовать в районе Усин, города Худжоу, провинции Джидзян. А также подобные программы будут действовать в городах Ханчжоу и в городе Фашань, провинции Гуандун. Чтобы вы понимали масштабы китайских поездок во время китайского Нового года, прогнозируется 3 миллиарда поездок. Жесть. Следующая новость. В Китае арестовали разработчика программы для поддельных QR-кодов здоровья. 41-летний Се из провинции Джидзян создал свое приложение для кодов здоровья. Оно генерировало различные коды. В настройках можно было выбрать местоположение и необходимый статус. Власти наконец арестовали Се за интернет-преступления. Если вы знаете, в Китае есть коды здоровья, они генерируются также в Alipay, в WeChat. То есть это встроенные мини-программы, где вы можете получить красный, желтый или зеленый код здоровья. И соответственно вам разрешат путешествовать или входить в определенные общественные места по этому коду. И соответственно он должен быть зеленый для того, чтобы везде беспрепятственно можно было попасть и путешествовать по всему Китаю. Оказывается можно было вот так вот их генерировать и подделывать. Но это естественно уже пресекли и вряд ли повторится. Следующая новость касаемо китайской вакцины от коронавируса. Эффективность китайской вакцины Sinovac в Бразилии оказалась почти на 30% ниже заявленной. Ранее заявлялось, что вакцина Sinovac эффективна в 78% случаев, если болезнь протекает в легкой форме. И в 100% случаев, если форма заболевания тяжелая. Однако бразильские эксперты объявили, что эффективность препарата составляет 50,4%. Руководитель клинических исследований в Бутандане Рикарду Паласиос заявил, что новые данные появились, когда к испытанию подключили пациентов с очень легкими симптомами коронавируса. Например, просто с головной болью. В то же время он подчеркнул, что в тех случаях, когда болезнь протекает тяжелее, эффективность вакцины действительно выше. Ранее на испытаниях в Индонезии вакцина Sinovac показала эффективность 65,3% случаев, а в Турции даже 91,5%. Для подтверждения применения вакцины регулирующими органами, ее эффективность должна быть выше 50%. То есть получается тютелька в тютельку, и тяндян, как говорят китайцы, 50,4% и ее можно теперь применять. Но хорошо, хотя она работает с гораздо лучшей эффективностью, при очень тяжелых случаях, понятно, что можно применять. Следующая новость касается экспорта товаров из Китая. Китай опубликовал статистику по экспорту противоэпидемических товаров за 2020 год. Данной инфографикой поделилось государственное издание Global Times со ссылкой на таможенное управление КНР. С марта до конца 2020 года Китай экспортировал медицинских товаров для борьбы с COVID-19 на 438,5 миллиардов юаней. Это 67,7 миллиардов долларов. Вот такая цифра, друзья. По категориям товаров это 224,2 миллиарда масок, 2,31 миллиарда защитных костюмов, 289 миллионов пар очков, 271 тысяча аппаратов вентиляции легких и 1,08 миллиарда тестовых наборов. Не буду никого обвинять, на самом деле тут чисто бизнес, но тем не менее Китай действительно помогает всему миру защититься, предотвратить, выявить и вылечиться от коронавируса. Какие же еще категории товара лучше продавались в 2020 году? Китайский экспорт очистителей воздуха в апреле-ноябре 2020 года вырос 10 раз в стоимосном и 8 раз в физическом выражении на фоне пандемии COVID-19. Об этом свидетельствует статистика площадки Alibaba.com. По данным поставщиков, особенно высоким спросом пользовались аппараты с фильтрами ХЭПА. Наблюдатели считают, что тренд на высокий спрос поставок систем очистки воздуха и комплектующих сохранится и в 2021 году на фоне неплагоприятной эпидемической ситуации в мире. Следующая новость касается логистики. Порт Долянь изменит название на Ляонин в честь названия провинции. Порт Долянь объявил свое решение изменить название на Ляонин Порт Компани в рамках процесса реструктуризации. Это связано с тем, что компания China Merchants Group еще в 2019 году взяла контроль над Ляонин Порт Групп и начала консолидацию портовых активов провинции. В рамках процесса консолидации порт Долянь поглощает другого зарегистрированного на бирже портового оператора Yinkou. Ожидается, что сделка будет завершена в начале этого года. Теперь порт не Долянь, тем более не порт города Дальний. Как еще все помнят, что это какой-то бывший российский город. Теперь это порт Ляонин. Следующая новость касаемо платежных систем в Китае. Первая иностранная компания сможет предоставлять электронные платежи в Китае. Вау, круто! Это американский сервис PayPal. Он выкупил компанию GoPay, китайского поставщика услуг электронных платежей. И ранее PayPal заключал соглашение с китайским государственным имитентом банковских карт UnionPay. Бороться за место на китайском рынке будет непросто, потому как гиганты мобильных платежей Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent занимают более 90% рынка. Тем более, нелегко будет бороться с китайским правительством, если они введут цифровой юань. Хотя, зачем бороться, если можно дружить и взаимодействовать? Следующая новость касается экспорта в Китай и сельского хозяйства. Китай разрешил импорт генетически модифицированной кукурузы. Министерство сельского хозяйства разрешило импорт двух сортов ГМО кукурузы от компаний Bayer и Syngenta. Оба сорта не боятся насекомых и устойчивы к гербицидам. Вот что значит ГМО на самом деле. Импорт кукурузы разрешен на 5 лет с декабря 2020 года. Вы помните, в предыдущих новостях я уже упоминал, что спрос на кукурузу в Китае увеличился и будет расти в ближайшие 5 лет в связи с ростом поголовья свиней, потому как свиноводство в Китае быстрыми темпами оправляется от эпидемии африканской чумы 2019 года. Оказывается, и такое было, и свиноводство очень пострадало. Теперь аграрии вам все карты в руки, тем более даже можно завозить ГМО кукурузу, хотя пока что только от двух компаний. Следующие несколько новостей касаются строительства и технологий. В Чинду представили новый скоростной китайский поезд на магнитной подушке. Скорость прототипа превышает 600 км в час. В Чинду испытали прототип поезда на магнитной подушке, использующего технологию высокотемпературных сверхпроводников. После завершения текущего этапа и апробации технологию планируется применять и в тоннельных проектах с увеличением скорости до 1000 км в час, благодаря уменьшению сопротивления воздуха. Китайские скоростные поезда и так были чудом света, а так они становятся еще быстрее, еще круче. Очень не терпится попасть в Китай и проехаться на таком поезде. Следующая новость. Архитектурное бюро Захи Хадид построит новый небоскреб в Шенчжене. Заха Хадид Аркитектс выиграла конкурс на строительство башни Тауэр Си в финансовом бизнес-центре в Шенчжене. Проект представляет собой две башни, соединенные у основания. На Тауэр Си установят солнечные батареи и организуют сбор дождевой воды. Кстати, высота здания составит 400 метров, что сравнимо, например, с высотой Эмпайр Стейт Билдинг. В Тауэр Си смогут работать 300 тысяч человек. В их распоряжении окажутся офисные помещения, залы для проведения международных конференций, выставок и культурных программ. Но это пока что проект, когда начнется строительство, пока неизвестно. Но зная темпы Китая, уверен, что это будет очень быстро. Следующая новость касается интеграции Байду и Джили. Байду и Джили составляют компанию по производству умных электромобилей. Новая фирма станет дочерним предприятием интернет-гиганта Байду, по сути такого аналога китайского гугла, кто не знает, и автоконцерна Джили, который будет выступать в качестве стратегического партнера. Байду снабдит авто умным программным обеспечением, а Джили займется дизайном электромобилей и их производством. То есть такая своеобразная синергия. Подразделения Байду Аполло и Байду Мэпс также задействуют в этом проекте. Для тех, кто не знает, компания Байду еще с 2017 года разрабатывает собственную систему автономного вождения на основе искусственного интеллекта, которая называется Аполло. Следующая новость касается китайской водки. Китай дал официальное название своей водки. Ура! По таможенным документам традиционный алкогольный напиток теперь называется Chinese Baidu, пишется на английском языке, а по-русски китайский Baidu. Потому что раньше на самом деле были противоречия, потому что на самом деле Baidu это китайского дословно просто белый алкоголь. И им называли абсолютно разные напитки. Китайцы на английском его называли Chinese Liqueur, хотя не совсем правильно это и не ликер, и не водка. Это вообще обобщенное название китайского алкоголя из различных злаковых культур и разной крепости от 40 до 70 градусов. Что интересно, до сих пор напиток указывался в документах как китайский дистиллированный алкоголь. А теперь у него хоть появилось собственное имя, то есть Baidu. Вернее это имя у него было, но теперь это официальное имя. Кстати, китайская водка Baidu это вообще самый продаваемый алкогольный напиток в мире, потому как ежегодно покупается 20 миллиардов бутылок этого крепкого напитка. Но за пределами Китая вообще он малоизвестен и теперь возможно станет одной из статей такого культурного экспорта. Наряду с таэцзи цюаньем, китайским языком, китайским чаем, еще и китайская водка. И последняя на сегодня новость. Туристы на юге Китая смогут летать на экскурсии на дронах. Небезызвестная вам компания Эхан, которая уже упоминал в предыдущих новостях, начнет использовать пассажирские дроны для проведения экскурсий в городе Джухай, провинция Гуандун. Эхан договаривается в эксплуатации дронов с местными туристическими компаниями. Пробные экскурсии уже проходили в городе Джао Цин. А в планах Эхан развитие пассажирского транспорта и воздушная логистика. Если кто смотрел недавний выпуск Дудя с Птушкиным, когда они летали в VR очках на дронах, так вот, теперь, друзья, можно будет в Китае, в Джухае полетать на настоящих дронах, вживую, со своими физическими телами и не только виртуальными. Очень ждем, когда Китай откроют и можно будет все эти аттракционы посетить. И традиционная наша рубрика Кэймьензе. Сегодня мы даем лицо, по-русски, благодарочку. Я хочу поблагодарить своего монтажера Настю. Настя, ты крутая. Все вот эти фишечки, перебивочки, мемчики, это все она. И она действует действительно очень круто, быстро. Тебе большой респект. И на концовочку у нас рекламный ролик, очень интересный, который вызвал большой резонанс в китайских соцсетях. Он рекламирует средства по снятию макияжа, но довольно нестандартным образом. Смотрите. На сегодня это все. Друзья, как вам эти новости? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я лично отвечаю на каждый комментарий и очень прислушиваюсь к вашей обратной связи. Напишите, пожалуйста, какие новости вам понравились больше всего и чего хотелось бы еще. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Зайди.